Привет, это программа Растолкуем. Я Роман Петегорис, волонтер и политолог. Сегодня я вам расскажу об аресте Медведчука, о том, как был потоплен флагман Черноморского флота крейсер Москва, ракетный крейсер Москва, и о ситуации в Запорожской области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейнформагентство облетело новость о взрыве на флагмане российского флота Черноморского крейсер Москва. Это любимое было детище Путина, это был флагманский его корабль. Мы подбили не детский сад, и не драмтеатр, и не роддом, а военный объект, плавучий военный объект, который каждый божий день наносил нам разрушение. Минус 16 ракет, которые вылетали с этого корабля по нашим населенным пунктам. Крейсер Москва, это тот мизер, который просто мы показали, что никогда в жизни у России флота не было. И просто это была ходячая мишень, которую можно было даже сбить тапком. И на сегодняшний момент понимание теперь всего российского Черноморского флота, что вы просто живые трупы, вы ходите на гробах. Кто это Путину рассказал и объяснил, что корабли там этого Черноморского флота, они имеют для него какую-то там ценность стратегическую. Турецкие эксперты, они всегда предупреждали, что Россия в Черноморье не представляет никакой угрозы для флота НАТО. Черное море это лужа, это не Тихий океан, это не Атлантический океан. Все корабли как на ладони. С любой точки мы можем расстреливать на большом расстоянии, топить все, что там сейчас находится. Войсковая операция стран НАТО, одной страны, Турции, это 12 часов, чтобы не осталось ни одного корабля. Зачем этот крейсер Москва плавал? Ну, наверное, для того, чтобы наши пограничники послали его дальше туда. И он, по сути, стал легендарным, сделаны на него миллионы мем, уже выходят марки. Он уже стал историей, что, в принципе, действительно, куда его послали, благодаря нашей ракете, он туда и был доставлен. Мне нравится, как оно горит, как люди суетятся, пожарки приезжают. Ну, люди в шоке, глаза вылазят у них. Это вообще очень унизительный удар. Они вообще не ожидали, что они лишатся сразу такого флагмана, сразу лишатся такого ферзя. Естественно, как всегда, у россиян главное не то, что произошло. Как с подводной лоской Курск, вы помните комментарий Путина, она утонула. Здесь то же самое. Какой-то пожар, что-то произошло. Ни в коем случае никогда не скажут про силу нашей армии. И я более того скажу, сейчас там на вооружение заходят британские ракеты, отличные, Гарпун, которые также самоработают по любым военным плавающим средствам противника. Поэтому мы помним, что было с кораблями возле Бердянска. Мы теперь видим, что стало с крейсером Москва. Я думаю, что если мы дальше будем в таком направлении наступать, ну еще через пару недель будет плавать только надувной матрас по Черному морю. 48 дней пытался скрываться Медведчук от наших разведчиков. Мы провели, я считаю, вообще блистательную эту операцию, потому что самое главное, что его не успели ликвидировать российские спецслужбы. Почему для нас важен Медведчук? Потому что Медведчук на сегодняшний день – это просто кладезь полезной информации. Человек, которого завербовали еще с времен Советского Союза, с КГБ. Ну и просто так Путин себе кумовьев не выбирает. То есть вы настолько представьте себе, этот человек был важен для россиян, насколько он был пропитан, пронизан информацией. Представьте, какая мощнейшая была агентурная сеть. Нет слов. Важно сейчас через Медведчука понять, как работала полностью агентурная сетка. Потому что примерно в районе от 50 до 100 тысяч долларов получал каждый депутат ОПЗЖ. Медведчук был непосредственным именно куратором. Если сейчас мы накрываем такую большую агентурную сеть, представьте себе, насколько сейчас вообще рушится расклад и для российских спецслужб, и для их сейчас разведки во время военных боевых действий. Мы в дерьме. Зная, когда россияне будут проводить спецоперацию, не вывести такого главного агента, это отношение россиян ко всем так называемым своим. Поэтому для коллаборантов небольшая просто сноска. Будьте готовы. Так поступает империя. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная. И так же само поступили с Медведчуком. Пытались потом провести какую-то спецоперацию, пытались его вывести. Но благодаря нашим спецслужбам, вот мы полностью вычислили, где находится главный объект на сегодняшний момент. И для нас он, прежде всего, интересный для дачи показаний. Возможно, его сведения, так же само, они будут присутствовать и в ГАГском трибунале. Щиро вдячний СБУ за затриманья. Украинцы, помните. У Путина, я так понимаю, нет вообще никаких таких близких для него людей, которых он бы мог поставить ради этой кровавой своей идеи. Зайти, захватить, забрать Украину. Забрать то последний алмаз в короне его империи, без которого эта корона просто кепка русская, картуз. Они играют игру, что Медведчук им якобы не интересен. Я думаю, что в кулуарах даже мы об этом можем не знать, наши телезрители об этом могут не знать. Но я думаю, идут активные переговоры о том, чтобы Медведчука все-таки вывезти и обменять. Тот лот на аукционе, который мы предлагаем, это вот, я думаю, что чуть ли не Медведчука на всех. Отдай мне Медведчука, давай меняться. Витя, закрой уши, и тебе Януковича отдам. Он важен тем, что, знаете, есть такая фраза из кинофильма знаменитого, он слишком много знал. Он знает все явки, он знает все пароли, он знает, через кого передавался кэш сюда. Это знает наша ИСБУ. Но на сегодняшний день это важно, чтобы это все данные подтвердил Медведчук. Дело в том, что не Медведчуком единым. У нашей Запорожской области тоже есть очень много коллаборантов. Есть так называемая пятая колонна, есть также самая агентурная сеть. Мы знаем всех этих людей, знаем, кто, где, биография. И пусть эти люди даже не сомневаются, бросят. При отступлении бросят, как бросали везде. Вот эта вся кровь, весь этот ужас, этот кошмар, вы взяли ее на себя, вы разделили ответственность с оккупантом, и над всеми будет суд, мы найдем каждого. О них детально, о коллаборационистах запорожских местных, мы поговорим в следующей программе. В нашей Запорожской области на сегодняшний момент, действительно, у нас есть очень хорошая сейчас выровненная линия, на которой мы постоянно держимся. Мы постепенно продвигаемся вперед, забирая под себя небольшие населенные пункты. Есть у нас огромный потенциал сделать хороший марш-бросок. Почему мы это не делаем? Я просто объясню. Продолжается эвакуация. Наша задача побольше вывести мирного населения. Сейчас, допустим, их там разнести, это вообще не стоит никакого, допустим, для нас труда. И то, что они сейчас откапываются под Мелитополем, под Энергодаром, Михайловки, молодцы, умнички. Сейчас нам заходят 1200 беспилотников, которые вот четко для этого, это просто объекты. Так бы мы вас искали по области, где вы там. А как вы окопались, вы просто делаете, ну, такую нам, не знаю, ценнейшую услугу. Смекаешь? Всех найдем, всем прилетит, не обижайтесь. Вот, и область свою мы себе вернем. Самое главное, наш воин мотивирован. Местное население поддерживает нашу армию, не опускает там нос. Банк стыдить, курить. Слава Украине! Хотя я всем тоже говорю, что лучше людям эвакуироваться. Вы видите, что творят варвары? Опять попадание в школу, где прятались люди. Ну, какой это военный объект? Просто, чтобы успокоить наших телезрителей, то есть не переживайте, у нас по армии идет полный комплект. Вот, на каждый российский танк, который стоит в сторону Запорожья, вот, по три джавелида. Вот, как говорили, так это и есть, на самом деле. Вот, никакая сюда не техника, а ничто сюда не пройдет. Каждый день идет динамика. Враг теряет каждый день. Каждый день теряет технику. Некоторую технику мы умудряемся захватывать, мы ее переоборудуем. Она уже служит на нас. Враг на самом деле страшно деморализован. То, что они сейчас занимаются побирательством, то, что они грабят фермеров, снимают золотые украшения, грабят дома, говорит о том, что они сюда пришли ненадолго. Вот, они сами не понимают свою задачу, потому что ее даже Кремль не понимает. Когда сломался первый сценарий, они не зашли в Киев. Что они здесь делают? Даже после приказа окопаться. Они дальше не понимают и не знают, зачем они даже окапываются. Сейчас, действительно, для нас очень важно получить нашу независимость, на себя отстоять. Никогда не побеждала страна, тем более империя Лады Калина, ту страну, с которой весь мир, с которой все технологии, вот, каждое сердце, которое бьется на планете Земля, все сейчас бьется ради Украины. Поэтому запорожьте. Вот, по-любому держим строй, не переживайте. Вот, даже если сейчас они объявят полную мобилизацию, вы прекрасно знаете, как можно от них отбиться. Просто нужно раскидать вдоль дороги унитазы. Они на это ведутся. Вот, унитазы, горшки какие-то, там, покидайте чайники, самовар какой-то киньте. Вот, и все. Запорожье будет держаться. У нас было время, мы подготовились. Город ощетинился. Посмотрите, сколько мы для всего сделали для обороны. Вот, мы уже превратились в такого боевого ежа. У нас дальше продолжается внутреннее производство для армии. И у нас в этом плане есть отличный резерв потенциал. Вот и все наши новости. Спасибо, что были с нами. Смотрите нас, мы на следующей неделе продолжим. И еще раз говорю, аккуратно потребляйте информацию. У нас идет и информационная война. Россия тратит денег на информацию столько же, сколько тратит на свои ракеты. Вот, оставайтесь с нами. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова